Всем снова привет! Сегодня будет такое небольшое, абсолютно коротенькое видео о кинотеатрах в Америке. Кинотеатры в Америке... Сейчас как Геллогин прозвучало. На самом деле ничего сверхъестественного здесь нет, просто есть больше, так скажем, подразделений. Здесь вообще мне очень нравится, что есть такое разделение абсолютно всего на людей с огромным высоким достатком и обычных людей, как бы так сказать. То есть, к примеру, даже магазины, есть такие магазины, которые могут себе позволить только супер в достатке людей, затем средний класс, да, и затем люди, ну, с совсем низким заработком, да, или достатком. То есть, к примеру, обычные магазины, которые мы вам показывали, к которым мы привыкли, и тот же магазин Dollar Tree или Dollar General, там, где всё по одному доллару. То есть, там можно найти абсолютно всё. То же самое с кинотеатрами есть. Я вообще не любитель толпучек, и вот идти на премьер, то есть, как мы пошли в первый день Супермена смотреть, когда эти билеты были 8, 10, 15 долларов вообще в Аймаксе. Один билет был 25 долларов. И, ну, мы пошли, конечно же, потому что это была премьера Супермена, и у меня муж очень сильно хотел его посмотреть. Вот. А вообще, я не любитель таких действий, и мне нравится смотреть кино, я люблю. То есть, поэтому мы ходим в обычный кинотеатр, когда уж сильно прижмёт. То есть, я очень сильно хотела посмотреть Сумерки, когда я только сюда прилетела. И мы пошли, конечно же, в обычный кинотеатр. И затем уже, окей, когда в кинотеатре перестаёт показывать какой-то фильм, эту плёнку, вот эту кассету передают в кинотеатр, называется Dollar Show. В кинотеатре за доллар. То есть, там билеты все стоят доллар, но там показывают фильмы, которые уже не в кинотеатрах больше. И то есть, когда вы смотрите, у вас такие погрешности, помехи на экране, то есть, уже затёртая такая запись. Вот. Но, тем не менее, в этот кинотеатр можно ходить буквально каждый день, что мы, в принципе, и делаем. Ну, не каждый день, но мы раза в три в неделю ходим в такой кинотеатр. Вот недавно мы посмотрели Star Trek, это Звёздный путь, который уже в кинотеатре, когда он с мая закончился, или что-то в этом роде. То есть, у нас в кинотеатре в этом за один доллар всё ещё идёт форсаж. То есть, я в кинотеатре его обычно посмотрели, мы два раза, и теперь мы уже раз в два сходили вот в этот, потому что, ну, нравится нам кино, окей. Также там можно заказывать, то есть, можно сказать, что, блин, очень сильно там, ну, собираешь голоса на сайте, и вам могут привезти, например, тот же Король Лев снова, или Титаник снова, или Терминатор кинотеатра. То есть, это же круто. И там обычно показывают документалки, там обычно показывают такие художественные какое-то кино, которые люди сами сняли, и тому подобное, и всё это за один доллар. И ещё там есть такая штука, каждый вторник называется семейный вторник, или Family Tuesday, когда вся семья, то есть, к примеру, пять человек, четыре человека идут за один доллар. То есть, все люди, вы приходите, показываете свои ID, и вас выпускают за один доллар. То есть, это тоже круто, мне кажется. Вот. И есть ещё один кинотеатр, подразделение кинотеатров, это, который мы видим в кино, это на открытом пространстве, да, на улице, когда все машины паркуются, перед большим-большим экраном, они в парке, там, ложатся на капоты и смотрят кино. Такое тоже есть, там ещё не были, сейчас ждём, когда немножко станет темнеть пораньше, но не будет ещё холодно. То есть, там начинается кино где-то часов с одиннадцати, скажем, там, с десяти, начинают показывать фильмы, и вот они идут, то есть, туда заезжаешь в эти одиннадцать часов, и до трёх-четырёх часов они показывают фильмы. То есть, там, пять, три, порядком, да, друг за другом, вот. И сколько там уже вы хотите смотреть, это уже дело ваше. Стоимость, я не помню, наверное, ну, долларов десять, может, за машину. Вот, да, то есть, там за автомобиль, там не за человека, там за... А, нет. Нет, за человека, всё правильно, зачем я так сказала? Забыли. Вот, так что есть кинотеатры, и есть обычные кинотеатры, здесь стоимость, конечно, ну, для меня, то есть, я если перевожу на русские деньги, я понимаю, что, в принципе, стоимость такая же, но когда мне говорят 10 долларов, я понимаю, что 10 долларов, это 10 раз в кинотеатре за доллар, то есть, можно подождать месяц, но, если уж сильно хочется, как я сказала, то, конечно, идём и за 10 долларов, и за 8 долларов. Есть такая система, что до, по-моему, 3 часов дня или до 5 часов, как бы, вечера, все билеты в обычный кинотеатр 5 долларов, и уже после 5 или 3 становится 8 долларов и 11 долларов, и тому подобное. Ну, конечно, разделение на взрослых, на детей тоже есть. И самое интересное, что сейчас все кинотеатры, которые у нас есть в городе, ну, или в окрестностях, да, их поменяли сидения у них. То есть, теперь сидения обычные, я всё время не могу их снять, я снимала уже раза 3, и каждый раз там темно, и я понимаю, что вам ничего не будет просто видно. Но сидения, они такие вот кожаные, большие сидения, покажу вот картинку, то есть, нажимаешь на кнопочку, они полностью раскладываются, мне там можно поместиться 2 раза на одном сидении. То есть, и ещё есть такая штука, кстати, никогда не видела полный кинотеатр, полный зал, никогда не видела обычных залов, ну, скажем, ну, 16-20 в одном кинотеатре, поэтому всем хватает места. И самое большое, это было премьера Супермен на первый день, и зал был наполовину полный. Вот. И самое интересное в этих креслах, что у них убирается эта вот ручка, то есть, это представляете, на одном сидении можно 2 меня посадить, а если убирать ручку, то мне можно вообще развлечься, просто такое, ложе огромное, и наслаждаться фильмом. Поэтому мне очень классно это нравится, и самое интересное, что это не какой-то люкс, да, кинотеатр или люкс сидения, а это обычные, обычные кинотеатры, обычные сидения за 5 долларов, в принципе, прикольно. И не знаю, сколько кинотеатров в России такое есть, или в других странах, поэтому мне расскажите, может, я что-то рассказываю, что, может, мы остались здесь. Да, что ещё, у меня было что-то сейчас в голове, и я забыла. Ну, вот как-то так выглядят билеты. Вот это билеты в обычный. А, нет, они все за доллар. В общем, вот такого размера обычный кинотеатр, скажем, билеты, и вот такие вот маленькие, это билеты за доллар. То есть, вот, например, After Earth, это Уолл Смита кино, где он со своим сыном, ужасный фильм. Он появился после релиза, как бы, в кинотеатрах, он появился уже за доллар в кинотеатре, буквально, наверное, через месяц. Ну, да, вот они обычно, где флокис, флокис, вот, обливион, что такая. Да, как-то так, обычные билетики, небольшие. Так что, так что, да, как-то так. Ещё что рассказать о кинотеатрах, я даже не знаю. В принципе, ничем они отличаются, они обычные такие, на мой взгляд. Цены, в принципе, такие же, поэтому фильмы те же самые, так что ничего, в принципе, нового и супер шокирующего рассказать не могу. Ну, вот только, да, всё-таки системы, что есть и на улице кинотеатры. Кстати, вот эти уличные кинотеатры, которые большие, да, подъездные кинотеатры, Их осталось всего, вообще, единицы просто по всей стране, поэтому мы очень рады, что у нас буквально, вот, очень рядом этот кинотеатр. И пока его не закрыли, нужно скорее поехать посмотреть и ощутить это, ощущение того, как в кино, вот. Поэтому съездим посмотрим. И, да, доллар в кинотеатре, доллар в магазине, это всегда круто, когда ты действительно не хочешь... Когда мы идём в магазин, например, мне нужен был большой кусок картона, есть такие здесь картоны, как бы, полотна, вот. Они в обычных таких специальных, да, арт-крафт-магазинах, они стоят, ну, 3 доллара, 4 доллара. Когда я могу пойти в доллар-магазин и купить две вот эти вот штуки за... Это просто картон, просто большая стена картона, и в доллар-магазине можно купить за 2 доллара 2 штуки. За 1 доллар 2 штуки, поэтому... Я уже говорила, да, что они любят тратить деньги, так что, да, мне всё это нравится. Поэтому, окей, отошли мы от фильма. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам понравилось. И спрашивайте ещё что-нибудь, расскажу обязательно, то, что знаю, то, что видела. Так что, да, всем хорошего дня и пока. Пока не забыла о фильмах, вернее, не о фильмах, а о кинотеатрах вообще, об этой системе. Не знаю, есть ли это там, где вы живёте, но здесь такая система. Покупаешь, как бы, самый дорогой, вот, по прайсу, да, по цене попкорн или газировку. Вам дают его в пластиковых таких хороших, как бы, стаканах плотных, которые вы не выкидываете, ну, по вашему желанию. Они, по-моему, стоят 12 долларов такой комбо или отдельно. Когда покупаешь большой попкорн, большую газировку и забираешь эти кувшины с собой. Затем, когда вы возвращаетесь туда на следующий раз, да, в этот кинотеатр, вам, или в течение сеанса, вам заполняют вот это же судно бесплатно. То есть, здесь есть такая вещь, как бы, платишь больше один раз, и затем приходишь просто свои, прям, свои вот эти вот пакеты, своим ведёрком, и вам наполняют газировку, и вам наполняют попкорн. Поэтому, вот ещё такой факт. На этом теперь точно всё. Всем удачного дня и пока. Что это было? Какой-то монстр. И ещё одна вещь. Теперь точно будет всё. Перед фильмом, когда вам показывают рекламу, что отключите свои телефоны и бла-бла-бла, вот на самом деле, такие офигенные рекламы там делают, мне так нравится, особенно с этим маленькими, желтенькими миньончиками, вот. Есть одна реклама, вот эта, которую показывают, типа, отключите свои телефоны, но она настолько классная, я не знаю, смогу ли я её найти на Ютубе, как-нибудь вам выложить, в общем, посмотрю или как-нибудь записать. Но там, когда говорят, отключите свой телефон, и не просто отключите свой телефон, а говорят, вы отключите... Не, не отключите, сначала пришлите смс-ку, она бесплатная, конечно, пришлите смс-ку на такой-то номер. И после сеанса, ну и вам придёт то, о чём... И после сеанса, после вашего фильма, вам придёт смс-ка с тем, о чём меч... о чём, как бы, когда вы отключили, да, то есть телефон пошёл спать, когда кино закончилось, вы включили телефон, он проснулся, и он вам покажет свой сон. Вот, на самом деле, это было так интересно, я, короче, сделала это, и там была дебильная вещь. Вот, то есть мы приехали домой, отключила телефон, и мне прислали, то есть посмотри, то, о чём я мечтала, о чём я видел сны, вот здесь, и там ссылка. Переходишь по ссылке, и там показывают какой-то Counter-Strike какой-то, ну, в этот раз было, я не знаю, попробую ещё раз, что на следующий раз покажу, то есть там такой человечек бегает, типа, стреляет всех, вот, это о том, чём нам мечтал наш телефон, я думаю, ну, отличные вообще сны у него. Поэтому, да, теперь точно всё, и спасибо, пока.